Издательство «Эксмо» представляет Экхард Толле, «Цель жизни», семинар третий. Добро пожаловать на наш вечер медитации. Для кого-то, кто слушает нас, это может быть и не вечера, утро или день. Как бы там ни было, есть лишь одно, в чем мы можем быть уверены. Это настоящее. Единственное, что всегда есть. Пока мы сидим здесь, я предлагаю вам убедиться, что вы до сих пор дышите. Такой маленький шажок. Я все еще дышу. Секундочку, мне нужно проверить. Да. В тот момент, когда вы проверяете дыхание, ваше внимание перемещается от привычного мышления в тело. Конечно, вы дышите. Иначе вы просто потеряли сознание. Но в основном мы не осознаем свое дыхание. Этот очень простой шаг позволяет выйти из ловушки непрестанного ментального шума, в который мы следуем за каждой мыслью. Это способ выйти из ловушки мышления с помощью простого перемещения внимания. Я все еще дышу. В этот момент внимание уходит от мыслей и возникает крохотный промежуток. Потому что в момент, когда вы проверяете дыхание, вы не думаете. Только перестав думать на секунду или две, вы замечаете свое дыхание. Если же вы думаете, то значит так и не знаете, дышите или нет. Люди обнаружили это тысячи лет назад и затем превратили в медитацию. Медитация осознанного дыхания или анапанасати, возможно и другие названия. Все начинается с этого простого шага. Я все еще дышу. С такой мини-медитацией. Состояние, когда вы отходите от шума мышления, это медитация. Это другое состояние возникает, когда вы не думаете. Давайте попробуем еще раз. Я все еще дышу? Да. Возможно, вы почувствовали некую живость. Вы привнесли внимание в тело и благодаря этому чувствуете в нем жизнь. Это трудно описать, так как у этого нет формы. Каким-то образом вы чувствуете, что живы. Это еще один способ отвлечь внимание от мышления. Такие переживания становятся якорем для состояния присутствия, для вашего внимания в настоящем. В древних индийских учениях это новое состояние ума иногда называется четвертым состоянием. Есть состояние сна без сновидений, состояние сновидений, состояние обычного бодрствования или мышления и четвертое состояние – присутствие, в котором вы как бы превзошли мышление. Порой это происходит с вами случайно. Например, в такие моменты, когда вроде ничего особенного не происходит, но вы без какой-либо причины переживаете глубокое чувство покоя и полноты жизни. Или вы заняты физической активностью, которая требует полной концентрации. Например, взбираетесь в гору. Любая мысль, любое отвлечение – и вы можете упасть. Вот вы совершаете это восхождение и внезапно чувствуете интенсивную живость, присутствие. Это очень приятное, благостное чувство – быть живым. Затем вы спускаетесь с горы. И когда опасность миновала, вновь возвращается обычный ум. Ум говорит вам – было так здорово, ты обязательно должен повторить это. Шок тоже может привести к такому переживанию. Например, что-то непонятное, неожиданное возникает перед вами. Например, животное, когда вы идете по лесу. Сначала возникает момент присутствия. Потом возвращается обычный ум и говорит – это называется так-то. Я уже встречался с этим в прошлом году, а моя тетя видела это еще раньше в другом месте и так далее. Итак, состояние простого бдительного присутствия – поле, в котором возникает восприятие. Обычный думающий человек – личность со своей трудной проблемной историей. Не думаю, что есть хоть одна нетрудная история без каких-либо проблем. Личность со своей историей отступает и замещается осознающим пространством, полем внимательного присутствия. В этом состоянии внимательного присутствия ум все еще функционирует. Но это относительно неважно. Мысль может появиться. Но, скорее всего, это будет оригинальная и свежая мысль, наделенная силой, а не одна из тех повторяющихся старых мыслей, которые уже возникали тысячу раз. Большинство мыслей в вашей голове, да и в любой голове, ничего личного, уже возникали много-много раз. Это старые мысли. Конечно, легче увидеть это в других, в ваших родственниках, например. Когда нет состояния присутствия, есть только этот старый повторяющийся шум. Часть этого шума – это ваша личная, трудная история. И вы надеетесь, что в какой-то момент в будущем она перестанет быть трудной. Вы не осознаете, что будущее не имеет никакого действительного существования. То, что называется будущим, существует только как мысль в вашей голове. Кроме этого, нет такого явления, как будущее. Если бы будущее существовало, кто-нибудь, какой-нибудь великий исследователь, обязательно нашел бы его. Ему бы поставили памятник. Памятнику-открывателю будущего. Но пока этого не произошло. И вряд ли произойдет. Потому что будущее – это только концепция. Когда будущее наступает, а оно есть мысль, оно может проявиться в пространстве вашего осознающего присутствия в свете вашего осознавания только как настоящее. Какую бы форму оно ни принимало в пространстве настоящего, которым вы, по сути, являетесь, – это форма настоящего. Итак, нет такого явления, как будущее. Будущее – это идея. Все то же самое применимо и к прошлому. Мысли в вашей голове. Он сделал мне это. Я сделал ему то. Она поступила со мной так и тому подобное. Это не случилось в прошлом. Когда же это случилось, если вообще случилось? Вы знаете, как ум работает? Он все постепенно переосмысливает. То, что, как вам кажется, действительно случилось, может, и не случалось. А может, и случилось. Но когда оно случилось, это было настоящим. Настоящее – это единственное место, где вещи могут происходить. Оставляй? Продолжение следует...